Сегодня мы будем разбирать такой страх, который называется «А вдруг у кого-то лучше?» Когда вы задаете себе такой вопрос, когда вас мучает этот страх, что вдруг у кого-то лучше, прежде всего спросите себя, а по каким критериям он лучше должен быть? Ну вот в вашей голове. По каким критериям определить прежде всего для себя критерии вот этой лучшести? Кстати, это очень-очень полезная вещь, именно конкретные вот критерии, конкретные. Какие для вас критерии? Громче, тише, там, вычурнее или наоборот в стиле, или как-то очень артистично или сухо, да, критерий в Жекуча, их очень много, да, если говорить сейчас, например, о записи сторисов, или о записи ролика, да, о каком-то блогерстве, о продвижении своего товара, вот много таких запросов. По каким критериям у конкурента, как вы считаете, может быть лучше, чем у вас? Потому что критерии в Жемас, их не перечесть на самом деле, их не перечесть, конкретизируйте, просто запишите себе, вот какие критерии для вас важны, по которым кто-то может быть лучше вас. Потому что если себя сравнивать с другим, то по каким-то критериям, которых миллион, кто-то обязательно будет лучше вас. И даже любой будет лучше вас, с кем вы будете себя сравнивать. Но в чем-то он будет лучше. Поэтому это довольно такое вот неблагодарное совершенно дело, себя сравнивать, и оно бесполезно довольно-таки, сравнивать себя с кем-то. Если вам уже очень хочется сравнивать, вот проводить сравнительный анализ, то тогда сравните с собой. Не себя с кем-то, а сравнивайте с собой. Чтобы это для анализа, как бы, для анализа, а не для того, чтобы испугать себя, понимаете, что у кого-то лучше, кого-то лучше. Тут еще вот такой важный момент, что выгоднее всего же нам какие стороны свои развивать, какие свои таланты развивать, которые у нас самые сильные, правильно? Той, свои индивидуальные сильные стороны. И получается, что дело даже не в том, что кто-то лучше, да, а в том, насколько вы раскрыли свой потенциал. Вот какой вопрос себе надо задавать. Какие мои индивидуальные козыри, а какие мои индивидуальные особенности, которыми я могу козырнуть, да, какая моя изюминка. Что я могу такое сделать, чего нет у других? А у вас точно есть то, чего нет у других. Но это абсолютно точно. Потому что мы все индивидуальности. И другого такого, как я, нет. Другого такого, как вы, нет. Это понятно. И поэтому очень важно именно козырнуть чем-то своим, да. Именно вот этим своим, вот эта изюминка, да, вот этот козырь свой. Знать козырь и его развивать, этот козырь. Понимаете? И не сравнивать себя все-таки с другими, потому что у них другие козыри. Ну как можно сравнивать? Ну как можно сравнивать? Это, знаете, как вот это вечное, а кто лучше, а блондинка или брюнетка? Ну, это же странно, понимаете? Это странно. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Все. И как говорил мой педагог по актерскому мастерству, а у меня был гениальный педагог по актерскому мастерству, на каждого актера придет свой зритель. Понимаете? У каждого свой любимый актер. Поэтому у вас, конечно же, будет своя аудитория. Это закон. Если вы будете презентовать себя, у вас будет своя аудитория. Конечно, нужно стремиться делать свое дело. Вот свое дело, в котором вы специалист и которое вы презентуете. Конечно, нормально стремиться делать его как можно лучше. При этом самым главным вашим козырем в подаче этого есть ваша индивидуальность. Так что я желаю всем приятных, хороших начинаний веры в себя, любви к себе, заботы о себе, понимания своих сильных сторон. С вами была Мария Липинская. До наших новых видео встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова